небольшое введение так называемый introduction на какие вопросы я хочу ответить прежде чем вы дальше посмотрите все это видео возможно ли значимая рекомпозиция тела после 60 возможно ли гипертрофия мышечной ткани после 60 как профилактика саркопении и остеопороза каковы первичные стимулы гипертрофии которые запускают гипертрофию мышечных волокон в ответ на физическую активность 60 плюс помогает ли родная тренировка создавать стимулы для гипертрофии скелетных мышц нужны ли для гипертрофии мышц упражнения для отказа как реагирует гормональный статус на силовой тренинг и тренинг на выносливость можно ли закислением высокий уровень лактата управлять гормональным статусом для улучшения гипертрофии и силы как меняется эхо кг при тренинге после 60 возможны ли оптимальный тренинг 60 плюс какое питание должно быть по бжу белки жиры углеводы калорийность можно ли регулировать инсулино резистентность изменяет ли газете принципиально статус гормонального фона и как это сказывается на ваших когнитивных способностях физических на вашем тренинге и даже питание поддерживает ли тренинг когнитивные функции большая интенсивность умственных усилий больше прирост силы если действительно нейромышечная связь она конечно есть но сохраняется ли она в возрасте можно ли научными интервенциями продлить жизнь уже здесь и сейчас на конкретном примере на моем примере в частности такие эксперименты но в россии я слежу за всем не делал пока никто на западе они в принципе проводится и брайан джонсом и различные ребята которые вкладывают достаточно большие деньги для того чтобы поменять свой качество жизни но может ли это менять биологический возраст помимо того что это улучшает качество жизни может ли это продлевать жизнь если у тебя нет генетики если нету долгожителей в твоей там родове вот в чем вопрос я попробую на него ответить всем привет постоянно поступают вопросы почему я так молодо выгляжу и так далее не расскажу ли ли и не расскажу ли я какие себе интервенции делаю ну ребята охватить все это невозможно какие дела я делаю как бы это давно но первые намеки на то что биологический возраст можно изменить как бы это факт до недавнего времени это вступление дальше вы посмотрите какие интервенции начал делать до недавнего времени биологический возраст вообще считался условным таким понятием точно измерять его не умели разве только что оценить как выглядит человек внешне к и в какой он физической форме можно было сделать лишь общие выводы соответствует ли человек своему паспортному возрасту или нет ну вот как оказалось биологический возраст зависит от так называемых эпигенетических факторов это и ваше питание и сон и физическая активность и даже от того где вы родились поскольку биологический возраст людей которые живут в сочи и там ярко выраженное фото стояние и в якутии суровая холода будет отличаться это вступление я беру из своего интервью гарвард бизнес review экологические условия вредные привычки тяжелая физическая работа также влияют на биологический возраст ученые долго искали показатели этого биологического возраста пока в 2013 году исследователь стив хорвард выдвинул такую новаторскую идею он решил вычислять биологический возраст на основании определенных маркеров днк и предложил так называемые эпигенетические часы которые так и стали называть часы хорвата идею подхватили другие ученые и сейчас мы можем довольно точно оценить биологический возраст человека и даже его органов например ткань молочных желез у женщин стареет значительно быстрее чем головной мозг хорвард предложил продолжил свои исследования и предложил еще одни часы так называемый грим эйдж которые могут показывать сколько лет жизни осталось человеку вообще я уверен лично что питание тренировки определенные добавки и лекарственные средства могут улучшить качество жизни повысить работоспособность а вот на какой бы вопрос мне очень хотелось бы ответить продлевают ли они жизнь продлевают ли они жизни реально и меняют ли биологический возраст и в этом как раз основной вопрос для себя и поскольку 63 года плюс мне уже есть я ставлю на себе там глобальный эксперимент чтобы понять научно обоснованной ссылаясь и используя только те препараты которые зарегистрированы но как бы у меня очень поражило в 2019 году в и джинселс выходит статья грегори факи и цель работы было его наложение у него было омоложение иммунной системы поскольку с возрастом у людей постепенно деградирует тимус вилочковая железа в которой созревает т-лимфоциты и лимфоидная ткань замещается на жировую так вот факи с его коллегами отобрали 9 здоровых волонтеров от 51 до 64 лет на которых применяли экспериментальный протокол лечения волонтеры регулярно применяли гормон роста который должен был подстегнуть образование иммунных клеток но с другой стороны поскольку гиперинсулимия которая вызывается гормоном роста нежелательно и может повлиять на регенерацию тимуса и иммунологическое восстановление факи комбинировал гормон роста с дг это дигидроэпиан андростероном и с метформином ну метформин это известный как бы препарат по борьбе с сахарным диабетом 2 типа делали они это для того чтобы ограничить диапетогенный эффект гормона роста таким образом участники испытания получали нечто вроде такого знаете вроде как коктейля вечной молодости поскольку и гормон роста и метформин и дг геронтологи уже давно рассматривают как возможное средство для борьбы со старением рассматриваю это я испытания длились около года за это время у участников проявились небольшие побочные эффекты но ни один из них ученые не сочли достаточно серьезными чтобы прекратить эксперимент так вот тимус испытуемых действительно удалось частично восстановить содержание жира стало в нем меньше а лимфоцитов крови стало больше по отношению к другим иммунным клеткам и согласно самому новому и точному методу подсчета грим эйдж который как раз и разработал форвард за год люди в среднем стали моложе на 2 с чем связано это ускорение ну то есть такое улучшение до сих пор не ясно однако новый биологический возраст участники сохранили спустя полгода после прекращения эксперимента жалко как бы что не были физические нагрузки в качестве интервенции дополнительно и не было питания так бы было здорово но как бы жалко не жалко этот этот эксперимент сейчас продолжаю я плюс как бы подключаю еще газеты в виде эндогенного тестостерона но тестостерона у них как бы тоже не было и что весьма странно поскольку если низкий уровень тестостерона то в общем то возможно такой небольшой откат возраста биологического на два с половиной года как раз связан с тем что газеты не использовалась не было газеты не было тестостерона не было сбалансированного питания по крайней мере про это принципиально что-то не пишут и не было тяжелых физических нагрузок которые просто необходимо и причем нагрузки необходимы как аэробная так и наэробная только вот в совокупности я думаю всех вот этих всех этих вмешательств и можно изменить принципиально биологический возраст плюс конечно у меня есть еще одно преимущество я работаю в области регенеративной медицины клеточных технологий и конечно у меня есть еще дополнительная интервенция в виде определенных там клеточных технологий что в принципе не имели авторы вот этого эксперимента короче дальше смотрите из чего я там начинаю и дальше мы будем смотреть вот у них эксперимент длился около года но посмотрим наверно в течение года что-то я буду добавлять что-то там убирать и так далее плюс у меня тоже большое преимущество что я могу полностью мониторить уже мониторюсь четыре раза в неделю по от 40 до 90 различных биохимических маркеров которые я включил в свои свое жизненное пространство чтобы понимать как эти как изменения этих маркеров помогает помогает мне тренироваться помогает мне подбирать правильное питание и помогает мне поддерживать высокое качество жизни не уходить в какую-то перетренированность и все время чувствовать себя достаточно бодрым и сильным для того чтобы и работать и тренироваться вот друзья смотрите дальше мою историю будет уникальное видео в том числе и про газеты я качаю бицепс и трицепс уже вторую неделю в режиме нон-стоп самые сильные тренировки были с андреем смаевым там по три-четыре часа длительные переезды немного приболел приехал домой с каким-то урз но алла тут же подключила расскажу пожалуйста что ты подключила противовирусная триозавирин по капсуле три раза в день и реоферон липин и с два раза в день 500 до очень быстрый выход сейчас сейчас перед тренингом готовлю кевина леврона с овсянкой готовлю всегда на двоих алла у меня тоже тренируется поэтому этот черпак рассчитан на одного я беру на двоих поскольку у еще ешки и после тренировки еще ешки то есть незаменимая аминокислоты их 9 8 9 штук так напиток сейчас сделаем ну это все быстро делается аргивочек бусер и но все как бы хорошо потом что еще обязательно креатин так ну и суставы суставы у меня шартроз плечевых суставов и пикаделит локтевых локтевые сейчас не беспокоят но плечевые начали беспокоить особенно когда жим лежа и гири гири все-таки по 24 кг вес тяжелый это такое много суставное упражнение довольно трудное и конечно суставы дают о себе знать когда был воркаут я обходился чем я выходила засекала и я работал на максимальное закисление 15-20 минут эндогенный гормон роста в крови возрастал там сто раз и соответственно и соответственно это помогало помогало поддерживать суставы в нормальном более-менее состоянии поскольку гр стимулирует пролиферацию хондробластов они дифференцируются хондроциты те секретируют синтезируют межклеечный матрикс и тем самым суставы были в хорошем состоянии никакой болезненности и все прочее но здесь проявились и выход как бы только один алла будет делать внутримышечно мукостат рума лон понятно что придется еще подключать андрогель андрогель я буду смазывать плечи ну в основном я смазываю как бы плечи игр игр ростан 2 единицы это как бы точно все это выписано официально через клинику гормон life по показаниям и поэтому вот такой короткий курс газеты у меня будет длиться но где-то наверное месяца там полтора ростан я буду делать три раза в неделю по две единицы но игры там по одной саше намазывается половинка на дельты и ну короче с двух сторон один раз я уже такой курс делал вроде бы ну не вроде бы однозначно все это помогло и сейчас поскольку начинаю работать опять с большими весами придется возвращаться к этому курсу он идеален для того чтобы восстанавливать подвижность суставов снимать боль улучшать трофику там и так далее еще раз говорю все выписано официально через рецепты через рецепты я сдавал большой стероидный там профиль консультировался с разными врачами и в емси и в гормон life и так далее как бы вердикт один что можно сделать короткие курсы посмотреть как там будет дальше другими словами по показаниям врача по показаниям врача естественно я сдаю весь профиль игр и сама тропина и понятно что весь стероидный профиль и чтобы смотреть как там что получается с гормонами для того чтобы все это контролировать когда я ухожу с когда я уходил с такой там газеты никакого пока ты не нужно было собственный тестостерон возвращался в исходное состояние достаточно быстро ну буквально там две недели и опять те же самые показать ну показатели которые у меня были там от 15 до 18 на на море это средний показателем моего тестостерона ну максимально там 28 что конечно не постоянно бывает обычно такие такие значения бывают в летний период времени и когда ты тренируешься на воркауты на выносливость поскольку на железе таких показателей не бывает средний показатель 18 там 19 на на море ну вот друзья про это газеты я буду сообщать там какие результаты как и что все сейчас пойду качаться упражнения у меня простые это по 10 килограммов вот то что мы делали с андреем молоток то есть вот на каждую руку с максимально подконтрольным опусканием 10 по 10 я делаю по немецкой системе и после этого тоже подконтрольная памп дальше перехожу перехожу вот сюда и здесь делаю на трицепс ну и так по кругу потом еще подсоединяю штангу тоже все стараюсь подконтрольно несколько упражнений набивая просто 10 по 10 общее время где-то два с половиной часа только бицепс и трицепс сути одна максимально максимально раскачать бицепс и удержать его на 43 сантиметров все утяжелители на руках по килограмму на ногах по два это по 16 и у 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ну и конечно в завершение В завершении Незаменимая Черпак По-братски поделюсь С Алой Немножко ей тоже достанется Вот спасибо Качаться будет Еще один дом Каченка И на сегодня Все А сколько получилось Час и вчера вечером Еще два часа Ну лактат отличный 5,7 Не упоролся Несмотря на то, что После болезни Все Супер Все хорошо Ну вот через Ну вот через 3 минуты Практически 130 на 70 Это отлично Пульс Понятно Еще будет повышен Какое-то время В течение где-то 15 минут Должен возвратиться В норму Это где-то 63 ударов В минуту Это вот Среднее давление И там пульс Либо там После тренинга Через 15 минут Либо утром Просыпаюсь Там походишь Сядешь Померяешь давление Вот 35 Измерения Средняя цифра Ну После Еешек Через полчаса Это завтрак Гуревская каша Полтора яйца Варенок Три креветки И микрозелень Короче Общая калорийность С утра 800 килокалорий Белка Где-то 60 Жира Ну Жира там совсем мало Где-то 20 Наверное 30 грамм И углеводов Может быть Под 90 Я надеюсь Понятен мой эксперимент Это питание Физические нагрузки Определенные интервенции ГЗТ Для чего? Для того Чтобы понять Могут ли эти интервенции Продлить жизнь Насколько И вообще Вообще интересно Наблюдать за своим Организмом За своими Изменениями Будем наблюдать Будем делать Отчеты И понимать Как это Может пригодиться Другим Людям Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...